Изысканная еда, лучшие спиртные напитки, самые увлекательные игры и передовая наука. Все это было придумано людьми, отрекшимися от мирской жизни. Канал «Интересные факты» представляет 7 неожиданных открытий, сделанных монахами. Музыкальные ноты Сегодня уже трудно представить, что когда-то не существовало способов записывать музыку при помощи знаков на бумаге. Впервые об этом задумались в IX веке. Церковные богослужения сопровождал орган, и для тех, кто на нем играл, нужна была запись того, как правильно должна звучать музыка. Монах Гвидо Аритинский, в миру бывший музыкантом, взялся решить эту проблему. Он ввел звукоряд из шести ступеней. Слоговые обозначения были заимствованы из начальных слогов первых шести строк латинского гимна святому Иоанну Крестителю. Седьмая ступень появилась почти на 500 лет позже и была названа Си, сокращенно от латинского «святой Иоанн». Шампанское В XVII веке в старинном аббатстве Овилле обязанности Келларя исполнял монах Пьер Периньон. Главным богатством аббатства были обширные виноградники, а Келларь очень много времени уделял изготовлению вина самого высокого качества. В процессе этой деятельности монах обратил внимание на удивительные качества игристого вина, став его активным пропагандистом. Самые дотошные исследователи настаивают, Пьер Периньон не был изобретателем шампанского, однако он открыл секрет купажирования, соединения соков разных сортов винограда и стал разливать вина в бутылки, что позволяло удерживать углекислый газ, доселе взрывавшей бочки. Именно после творческой работы Келларя «Аббатство Овилле», при котором производство вина удвоилось, шампанское стало набирать популярность и со временем покорило весь мир. Очки Монахи в течение столетий занимались научной деятельностью, также они вели летописи и создавали книги. До изобретения книгопечатания новые экземпляры произведений приходилось просто переписывать. От этой работы, которая требовала много времени и внимания, в первую очередь страдало зрение. Неудивительно, что в монастырях раньше других задумывались над тем, как помочь тем, у кого зрение ухудшилось. В середине XIII века монах-доминиканец Джордано де Риальто, являвшийся хранителем монастырской библиотеки, изобрел первые очки. Бухгалтерия Вопросы ведения хозяйственной деятельности, подсчета доходов и убытков для монастырей была весьма актуальна. Во второй половине XV века систематизацией правил в этой отрасли занялся монах-франсисканец Лука Пачоли. Страсть к математике, особенно к алгебре, у Луки проявилась еще до пострига, но активной научной деятельностью он занялся уже в статусе монаха. Лука Пачоли стал одним из виднейших математиков своего времени. Одновременно он выявил современные принципы бухгалтерии, придумал введение двойного учета, финансовых операций, актива и пассива. Сыр пармезан Примерно в XII-XIII веках монахи-бенедиктинцы, стремясь больше времени уделять молитвам, стали искать способ создания еды, которая долго хранится и на приготовление которой не нужно отвлекаться ежедневно. Путем экспериментов они разработали твердый сорт сыра, который впоследствии получил название по имени итальянского региона, в котором впервые появился – пармезан. Монахи, создававшие, по их разумению, пищу грубую, заставляющую отказаться от греха чревоугодия, и подумать не могли, что изобрели деликатес. Теннис Как ни странно, эта игра придумана монахами. В XI-XII веках во французских монастырях монахи развлекали себя игрой в жедепом. В буквальном переводе – игра ладонью. Играли в эту игру в помещениях, мяч перебивался через сетку или веревку, сначала просто ладонями, а потом ракетками. Играть могли как один на один, так и целыми командами по 12 человек. Со временем развлечения монахов подхватили представители французского дворянства. Да так, что в одном Париже насчитывалось больше двухсот залов для игры в жедепом. Игра перекочевала и в другие страны, и в конечном счете дала рождение современному большому теннису. Генетика Невероятно, но у истоков этой науки тоже стоял монах. Основы генетики заложил монах-августинец Аббад Грегор Иоганн Мендель. В середине 19 века, экспериментируя с горохом в монастырском саду, он вывел закономерности наследования моногенных признаков, известных сегодня как законы Менделя. С вами был канал Интересные факты. Подписывайтесь на нас, и вы узнаете еще много удивительного. Субтитры делал DimaTorzok